На дорогах нашего города достаточно ям. Но именно здесь, на улице Братиславской, располагается та, которая изменила планы на вечер как минимум у 10 автолюбителей. Она почти 12 сантиметров в глубину, а длина и ширина ее поражают воображение даже бывалых водителей. Наряды ДПС стали частыми гостями на этой улице. По словам очевидцев, яма образовалась здесь совсем недавно, но каждый день она вредит большому количеству автомобилей. Благо, рядом находится автосервис, в который тут же могут обратиться автолюбители, которые не повезло попасть в такую ситуацию. Я попала в яму, пробила колесо, у меня образовалось две прорези боковые, и мне сказали, что колесо восстановлению не подлежит, то есть сегодня я лишилась одного колеса на своем автомобиле. Ремонтник уже что-то делал с ее колесом, потом мы попросили это же самое сделать с моим колесом. Доехав до автоцентра, мне сказали, что мое колесо не подлежит восстановлению. Я ехал со своей работы на тренировку и не доехал, потому что я объезжал ямы, но, видимо, объехал не все, потерял два колеса. Скорее всего, сильно поцарапал диски. Два колеса, у обоих боковой порез, восстановлению, я думаю, не подлежат уже. Яму каждый день пытаются выделить на однотипной серой дороге. Ее накрывают пробитой покрышкой, ставят знаки аварийной остановки и прибегают к другим методам. Но на следующий день отметка пропадает, и все новые автолюбители попадают в эту дорожную ловушку. К сожалению, не все водители знают, что следует делать в подобных ситуациях. С наступлением весеннего периода резко обостряются обращения граждан в связи с причинением ущерба в результате попадания в выбоину в дорожном полотне. В случае попадания в выбоину, если гражданин хочет компенсировать ущерб, ему необходимо обратиться в органы полиции. То есть вызвать сотрудников ГИБДД для фиксации факта дорожно-транспортного происшествия. По приезду сотрудники полиции составляют схему дорожно-транспортного происшествия. Рекомендую настоять гражданину, чтобы сотрудник полиции зарисовал размеры выбоины дорожного полотна в схему. В России существует ГОСТ по допустимым размерам выбоин. В случае обнаружения сотрудниками полиции несоответствий данному стандарту, составляется акт выявленных недостатков. Также юрист рекомендует осмотреть все повреждения автомобиля. Чаще всего это диски, бампер, шины. После получения юристами справки о ДТП проводится независимая экспертиза по расчету стоимости ремонта. Но возможны также и повреждения механизмов подвески рулевого управления. Достаточно дорогостоящие элементы. В таких случаях необходимо обратиться в специализированные сервисы для диагностики этих поломок. Дальше составляется исковое заявление, и гражданин обращается в суд за возмещением ущерба. Вообще о дорожном покрытии должны заботиться дорожные службы и администрация города. В противном случае на этом месте так и будут происходить по несколько ДТП в день. Администрация города обратила внимание на дороги. И я считаю, что раз мы платим налоги и готовы делиться своей волей, то пусть нам идут навстречу. Потому что как иначе. Мое пожелание к новому губернатору обратить внимание на дороги. Неудачливые водители и просто небезразличные люди по-прежнему стараются обозначить проклятую яму. Но как долго им придется это делать, пока неизвестно.